приветствую вас на канале аградвиж меня зовут от ажанов тимур и давайте сегодня разберем такую тему нужно ли целесообразно ли вообще пасынковать сладкую кукурузу когда-то когда я впервые выращивал сладкую кукурузу передо мной стал такой же вопрос и я свою очередь половину участка про пасынковал половину нет есть определенные выводы о целесообразности или нецелесообразности этой операции есть два два варианта которые оправданы можно пасынковать и нужно пасынковать первый вариант и второй вариант не нужно пасынковать и каждый имеет право быть давайте разберем первый пасынковать нужно когда у нас есть определенные факторы которые влияют на конечные результаты наш конечный результат чтобы мы ничем бы нельзя не занимались это получение каких-то денежных средств с площади под которые занята та или иная культура пасынкуем мы в тех случаях если нам необходимо получить раннюю продукцию пасынковка нам позволяет удаление пасынков позволяет нам получить продукцию выход качана на 45 дней раньше чем там где мы не удалили качан если у нас ранняя продукция это очень сильно влияет на цену реализации второй момент если мы выращиваем без полива то удаление пасынков опять же целесообразно потому что если у нас не будет осадков и мы у нас лимитирующий фактор по влаге то необходимо проводить пасынковку так дополнительная листовая поверхность на пасынках можно посмотреть да вот пасынок взять пасынок да на нем же есть лист на нем есть точка роста и для обеспечения своей жизнедеятельности лист во избежание перегрева испаряет влагу и так он существует и живет а если у нас без полива влага это лимитирующий фактор без полива мы опять же пасынкуем и еще нам необходимо пасынковать остаются два фактора которые знаю если нам необходимо получить качан на 10 максимум 15 сантиметров длиннее и тяжелее и последний фактор если мы выращиваем качаны гибриды вернее гибриды качаны которых имеют длину ну а до 25 сантиметров и длиннее примеру взять и бит мегатон он делает качаны на нем образуются качаны нередко до 30 сантиметров и такой длинный качан растению трудно завершить чтобы кончик был выполнены и необходимо в россии помочь так пасынки тянут на себя часть элементов питания влаги и чтобы растению не балансировать между там пасынками качаном удаляем пасынки заблаговременно и пускай пускай процент выполнить качанов будет больше завершенных чтобы они были ликвидных можно было продать в этом случае необходимо пасынковать но если нам не нам не принципиально когда мы получаем продукцию нам не нужна ранняя продукция у нас нету лимита по влаге у нас россия на поливе у нас мы можем поливать сколько хотим сколько нужно растению и нам не принципиально получить качан на 10 15 процентов длиннее и тяжелее тогда пасынковать нецелесообразно так все таки это дополнительные затраты дополнительные человека ресурсы которые необходимо учитывать и читать в конечном счете что мы получим и если у нас большие объемы то не сюда это мы успеем сделать и не сюда это выгодно делать так примеру смотрите за моей спиной туда 5 гектар растет да и в эту сторону все 10 гектар кукурузы и такой объем ну очень сложно успеть найти людей чтобы сделать эту операцию максимально качественно вовремя и за правильную сумму денег так что выбирайте сами необходимо ли вам как и у вас цели ранняя продукция без поливов выбора нету пасынковать нужно немножко там среднее позднее на поливе но это не всегда целесообразно но еще смотрим по гибридному составу как составу который выращиваем там тоже нужно отдельно подходить на этом все подписывайтесь на канал получайте хороший урожай всем удачи до новых встреч выращивайте лучшие гибриды кукурузы